здравствуйте друзья сегодня хочу рассказать о таком замечательном примусе я хочу сказать что он у нас почему-то недооценен его называют китайский шмель потому что выполнен конструктивно по аналогии с советским шмелем этот примус у меня такой и пиджи китайский но наверное он может быть и под другими брендами вы сами знаете в китае там делать на одном заводе с разными брендами и пиджи самый массовый конструктивно он очень похож на шмель простенький насосик я использую бензин галоша но он скорее всего ведь точно так же как шмель может работать на всякой гадости в том числе на плохом бензине на автомобильном но все-таки предпочитаю использовать чистую калошу насосик тут сделан тип автомобильного золотника резиночка в общем все очень просто просто и надежно прокладочки идут в комплекте с ним мне он нравится очень был у меня шмель я его продал купил вот этот я считаю что для туризма именно для туризма этот примус подходит гораздо больше давайте покажу как разжигается делаем 10-15 скачков насосом для разжига я использую изопропиловый спирт изопропиловый спирт купить несложно но можно и бензином с горелки точно так же как и всегда делали на шмелях например спирт мне чем нравится что это позволяет без посторонних запахов запускать его вот сейчас в комнате и либо там в палатке совершенно безопасно чем он мне и нравится был у меня вот такой китайский примус брэс 12 а тоже очень популярны сейчас я его отдал другу он пользуется есть у меня 533 калиман могу вам показать в сравнении вот можете сравнить такой же размер но как ни странно вот это мне нравится даже больше это мне нравится даже больше то есть сейчас бы я наверное 533 даже и брать бы не стал после года использования того и другого выгорает спирт ждем почему это примус лучше чем шмель ну во первых он немножко компактные компактнее легче шмель все таки даже у меня был второй шмель он громоздкий тяжелый во вторых у шмеля избыточная мощность он очень мощный на самом деле это минус если ваша цель не только кипятить воду а что-то еще готовить то конечно лишняя мощность горелки она даже мешает смотрите прогрев прошел теперь немножечко приоткрываем краник работает как газовая горелка не очень нравится слышал много критики что здесь нет тарелки топлива как в шмеле а прямо на корпус на краску льется спирт или там бензин и поджигается не надо этого бояться не надо бояться есть термостойкая краска он прекрасно переносит это горение ничего не слезло ничего не облезло все хорошо все рассчитано также много критики что отсутствует предохранительный клапан бачок нагревается может быть опасно нет возможности сбросить давление как то есть ну во первых все таки инженеры рассчитали наверное китайский примус давно уже в использовании в разных странах никакого проблем возникало я думаю что они отказались от предохранительного клапана связи с тем что здесь стоит все таки горелочка меньшей мощности и видимо он не должен так нагреваться сильно создавать такое опасное давление как это рассчитывали на шмеле отрегулируется точно так же если до упора влево выкручиваете вот этот режим прочистки форсунки то есть такое малое горение там выходит игла и чистит форсунку ключ не обязательно снимать прям в привычку себя выработать что ключ должен лежать рядом потому что он нагревается такая особенность но тоже ничего сложного нет зато очень хорошо регулирует краник и нет у него каких-то там непонятно вот как здесь приходится ловить очень аккуратно здесь приходится ловить горение то есть перевод назад слишком чувствительные здесь очень простой краник хорошо работает вот что говорил по поводу предохранительного клапана и отсутствие предохранительного клапана это в своего рода тоже плюс потому что нет клапана нет проблем с не связаны в клапане стоят тоже резинки и за ними надо следить нужно менять они могут подтекать где-то в палатке у вас может неправильно настроенный клапан сработать будет фыркнет как змей горыныч какой-то можно палатку сжечь изнутри то есть убрали клапан и проблем нету если это если все правильно соблюдать по инструкции никакой грозы не создает тоже в общем правильного на ком они тоже никакого клапана предохранительного нету поэтому этого я не опасался бы созданного давления вначале перед розжигом хватает на все время работы заправили подожгли и даже и сколько по час не работал за счет нагрева там давление поддерживается создается избыточные подкачивать больше не надо прекрасно тихо равномерно единственный недостаток у этого примуса это пожалуй что он все-таки не не любит ветер до нужно в относительно спокойном месте его использовать пламя задувается сносится но он как бы не гаснет но работает плохо не любит скажем 533 прекрасно работает на ветру вот чем пожалуй преимущество только в этом зато этим гораздо комфортнее удобнее безопаснее работать где-то там в палатке или тент укрытия какой-то у вас прям работает без запаха что этом не скажешь например и на других плюсах так что рекомендуем обратить внимание очень хорошие надежные насколько шмели себя надежно показали потому что это точно не будет хуже ладно всего доброго до встречи